Главы регионов ищут самостоятельности Главы регионов ищут самостоятельности Они пытаются вернуть самовыдвиженцев на выборы губернаторов Коммерсант от 7 февраля 2019 года 21.3 в Рио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов может инициировать поправки, которые позволят ему пойти на сентябрьские выборы главы региона самовыдвиженцем Аблсовет уже снял по формальным основаниям схожий законопроект который внес сотрудничающий с Открытой Россией оппозиционный депутат Олег Хамутинников Поправки, которые вернут на выборы самовыдвиженцев рассматриваются в Челябинской и Курганской областях Но в большинстве из-за 16 регионов, где на сентябрь намечены прямые выборы глав кандидатов по-прежнему могут выдвигать только партии и власти менять этот порядок не собираются В пресс-службе Липецкого облсовета Твердый знак сообщили что внесенный Олегом Хамутинниковым в январе законопроект получил отрицательные отзывы от всех трех профильных структур Правового управления Совета, прокуратуры и Минюста Замечания заняли 10 страниц машинописного текста но при этом носят технический характер Ведомства указывают на отсутствие ссылок на федеральные законы и неточности в определениях Например, одна из претензий звучит так в одном месте речь идет о листах поддержки а в другом, о подписных листах В отзывах указывается, что проект нельзя принимать в текущем варианте однако все замечания могут быть устранены в рабочем порядке Несмотря на это, из повестки заседания комиссии по рассмотрению областных законопроектов которая пройдет 11 февраля, инициатива уже исключена При этом, по данным твердый знак, законопроект все равно может быть внесен но не оппозиционерам, а областными чиновниками По информации высокопоставленного источника в региональной власти господин Артамонов планирует перехватить повестку и самостоятельно ввести самовыдвиженцев на выборы Областная администрация разрабатывает такой законопроект сказал собеседник твердый знак В областном совете твердый знак сказали, что новые поправки пока не вносились А пресс-секретарь Игоря Артамонова Михаил Шершаков сказал твердый знак что не владеет такой информацией Если Олег Хамутинников доработает свой законопроект мы вернемся к его рассмотрению Другой вопрос, будет ли он принят? Я сторонник того, чтобы не менять коней на переправе пояснил твердый знак спикера Булсовета и глава регионального отделения Единой России Павел Путелин Ранее он заявлял, что партия хотела бы видеть Игоря Артамонова своим выдвиженцем Сам господин Артамонов не раз и напоминал, что никогда не состоял ни в каких партиях и считает правильным пойти на выборы именно как самовыдвиженец Олег Хамутинников предположил, что его законопроект саботирует Единая Россия которая хочет выгадать время и склонить губернатора на выдвижение от партии Политолог Владимир Слатинов уверен, что вопрос о том, кто внесет поправки так принципиален для Липецка и именно потому, что господин Артамонов не хочет идти на выборы от Единой России Для них уже это унижение, а пользоваться для этого реформой, которую инициировал оппозиционер это вообще как плевок в лицо, говорит он Прямые выборы глав должны состояться в Единый день голосования 8 сентября в 16 регионах Уже сейчас в нескольких из них, к примеру, в Сахалинской области и Санкт-Петербурге законодательство позволяет в них участвовать самовыдвиженцам Кроме того, избиркомы Курганской и Челябинской областей внесли в местные законсобрания законопроекты разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах но эти инициативы еще не были рассмотрены парламентариями Тем не менее, в большинстве выборных регионов на подобную реформу смотрят скептически К примеру, представители профильных комитетов Заксобраний Волгоградской и Вологодской областей а также Ставропольского края и Республики Алтай заверили твердый знак, что такие поправки не прорабатываются и не планируются Андрей Прах, Воронеж, Артур Якушко, Челябинск, Сергей Питунин, Саратов, Александр Романов, Ярославль, Александр Ларинцева, Петригорск, Илья Гологуз, Новосибирск Субтитры создавал DimaTorzok